Тюмень уже завтра примет эстафету Паралимпийского огня. Сколько человек пронесут символ предстоящих соревнований, чем запомнится тюменский этап эстафеты, мы узнаем у нашего гостя, заместителя директора Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Сергея Водинова. Доброе утро, Сергей Викторович. Доброе утро. Итак, уже завтра состоится у нас эстафета Паралимпийского огня в Тюмени. А где именно начнется это шествие? Начало праздника у нас будет у технопарка, то есть официальный старт эстафеты в 14.15, но до этого уже будет концертная программа, поэтому все желающие могут подойти и посмотреть. Соответственно, как я уже сказал, в 14.15 будет зажжен первый факел, и он двинется по улице Республики в сторону улицы Первомайской. Потом по улице Первомайской он дойдет до цирка, оттуда на пешеходный бульвар и до спорткомплекса центральный, где будет официальное зажжение чаши городского празднования огня. Вот вы сказали, что в 14.15 пойдет шествие, а до этого будет праздничная программа. А что там будет? Ну, там будут концертные номера, так говорится, разогревать народ потихоньку, начнут к тому самому главному моменту зажжения первого факела. Ну и, конечно, там просто можно будет увидеть, пообщаться с друг другом. А что касается факелоносцев, сколько в этом году у нас будет таких людей? Ну, маршрут у нас составляет 1400 метров. У нас будет задействовано 30 факелоносцев. Отбор этих факелоносцев проведен в октябре месяце, потому что мы сами понимаем, что к таким мероприятиям мы готовимся заблаговременно. Конечно, при тесном взаимодействии с общественными организациями, с инвалидами по слуху, по зрению, по опорным двигательным аппаратам были проведены беседы, их предложения были нам направлены. Также принимали участие в формировании списка факелоносцев. Это и муниципальное образование. То есть все субъекты, скажем так, поучаствовали, отобрали самых достойных. Итого у нас их получилось 30 человек. А каждому сколько придется пробежать? Ну, каждого слота ориентировочно 100-120 метров, в зависимости от того, какой вид инвалидности у факелоносцев. Грядущая эстафета обещает быть самой инновационной и необычной. Расскажите, будет ли она как-то у нас в этом году отличаться? Ну, специфика этой эстафеты, она, конечно, есть. Да, тут на эстафете паралимпийского огня небольшие отличия от олимпийского огня будут, потому что все-таки олимпийская, она была длинная, там много было моментов. И учитывая здесь специфику самих факелоносцев, да, таких, как оборудленных, скажем, взрывов, фейерверков, как я имею в виду, технологических, не будет. Да, но все равно своя специфика будет. Это и как зажжение первого факела и сам перенос. Конечно, ну, всех сетов не хотелось бы открывать, да. Но, тем не менее, своя специфика будет. Хорошо, первое, не будем рассказывать, как нас зажгут факел. А что состоится у нас именно в Центральном? Как зажгут чашу городскую? Ну, вы опять всех секретах хотите услышать? Ну, немножечко, просто раскроем некие секреты. Ну, во-первых, зал будет красиво украшен в соответствии с бренд-буком эстафета паралимпийского огня. Будет сцена, будет чаша. Зажжение ее непосредственно будет от факела. Это могу открыть, это не секрет, да. Ну, и, конечно, и сама наполняемость этого праздника, она будет тоже интересна. Там будут фрагменты как зажжения первого факела, так и шествия по самому маршруту. И финальный этап эстафеты будет тоже транслироваться на экране. Конечно, это будут концертные номера, определенные такие интересные. Звук, свет, соответственно. Потом можно ли будет увидеть где-нибудь эту чашу? Ну, да, конечно. Чаша самого, самой эстафеты олимпийского огня у нас сейчас постоянно, она выставляется на всеобщее обозрение, на крупных спортивных мероприятиях, массовых праздниках. Я думаю, что и чаша паралимпийского огня будет в таком же ключе. Иметь будут люди возможность с ней сфотографироваться, как говорится, сняться на видеокамеру, на таких же крупных праздниках, которые будут проходить в дальнейшем. А что касается самого факела, есть ли какие-то отличия паралимпийского от олимпийского? Ну, в целом, как брендбук, так и атрибутика эстафеты паралимпийского огня, она схожа с атрибутикой эстафеты олимпийского огня. Но отличие в том, что там преобладал красно-желтый-белый цвет, здесь будет бело-синий цвет. А в основном остальные формы все одно и то же. Это жерк птицы, да? Да, 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 конечно. Перо жерк птицы и все такое. После того, как олимпийцы проносили факел, они могли его забрать, выкупить и оставить себе на память. У паралимпийцев будет такая возможность? Да, тут, конечно, свое отличие есть определенное. Правительство Чеменской области приняло определенные шаги в этом направлении. И паралимпийские факелы будут выкуплены у организаторов и розданы в качестве поощрения факелоносцам, так же, как и форма. То есть им самим факелоносцам не обязательно покупать? Самим не покупать не будут, да, для них это сделает паралимпийская область. А волонтеры будут у нас принимать участие в эстафете? Будут ли как-то они помогать? Да, конечно, на охоте эстафета у нас не такая большая, по сравнению с эстафетой олимпийского дня, все-таки мы всегда сравниваем, да, маршрут не такой большой, но задействованы у нас будут более 80 волонтеров. Это как работа с самими факелоносцами, потому что мы понимаем, что люди с ограниченными возможностями имеют свою специфику передвижения. Это и городские места празднования, это и пункт сбора факелоносцев, это и передвижение по маршруту, это и подготовка мест празднования, работа со зрителями, то есть на всех, скажем, направлениях у нас волонтеры задействованы. То есть если у меня будет какой-то вопрос, я не знаю, где что происходит, я могу подойти к волонтеру и он мне ответит на все вопросы? Да, конечно, просто волонтеры, так скажем, бойцы невидимого фронта, которые владеют всей информацией обо всем, и при обращении к нему он вам или направит нужное русло, либо скажет нужную информацию. У многих людей, особенно автомобилистов, волнует вопрос схемы объезда. Мы понимаем, что будет что-то перекрытое. Расскажите, вот со скольки и до скольки у нас будет основная улица у нас перекрыта? Ну, основной маршрут, схема перекрытия вы можете посмотреть на сайте ГИБДД и администрации города Тюмени, там уже все информация выставлена. Но так могу сказать, что по ходу движения эстафеты будет перекрытие предварительное за недолгое время. После прохождения эстафеты сразу улицы будут открываться. Встречная полоса будет, общественный транспорт будет двигаться по встречной полосе, по выделенной. Поэтому я думаю, что сильных больших пробок не будет, потому что все-таки, учитывая опыт эстафеты олимпийского огня, мы постарались учесть все моменты, чтобы создать минимальные сложности для передвижения автомобилей. В конце нашей беседы хотелось бы рассказать еще раз нашим телезрителям, что завтра у нас состоится, во сколько, что будет и когда все закончится. Завтра в городе Тюмени мы имеем большую честь принять факел паралимпийского огня. Старт факела будет произведен в 14-15 от технопарка по улице Республики в сторону центра. Соответственно, те, кто придут заранее, не пожалеют, потому что будет предварительная небольшая программа, которая окунет нас в атмосферу этого большого праздника. И где закончится это все? Закончится все это действие на спортивном комплексе центральной. То есть по пешеходному бульвару пройдет заключительный этап, и, соответственно, завершится все в спортивном комплексе центральной. Спасибо большое, Сергей Викторович. Удачного вам дня и надеемся, что завтра мы с вами встретимся на эстафете паралимпийского огня. Спасибо вам. Приходите. До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА